так мы у нас второй день мы теперь ознакомились так кратенько бегленько мне рассказали что зачем что к чему выбор материалов такой крупненький крупненький но скажем так не богатенький относительно каких-то дорогих брендов потому что это все-таки но бюджет нельзя придерживаться сильно к этому и есть чуть-чуть новой линейки с которой мы сегодня попробуем на мое усмотрение самый понравившийся мне материал из интересного это грунт все остальное ну лаки лаки да хорошо шпатлевки у них есть не знаю получится попробуем нет шпатлевки не глобально интересно пойдем по порядочку быстренько грунт наполнитель бюджетный 3 к 1 грунт мокрый по мокрому именно для мокрый по мокрому грунт наполнитель есть разные твердосы есть разные разбавить ничего сверхсекретного военного а грунт кислотник но кислотник не тот который обычный привычная отдельно артофосфорная отдельно наполнители всех смолы грунт как бы вот основной компонент это к нему разбавитель который активирует его все его мы попробуем попробуем наверное нанести вот этот грунт и как он трется то есть в этой связке то есть такой стандартный вариант потом далее акриловые краски готовые базовые краски готовы это все что представлено на рынках и думаю с этим знакомы все разные твердители для разных температур грунтом то есть когда холодно поменяли твердосы все нормально куча лаков из которых мы попробуем два сегодня два это один самый распространенный давно уже как бы всем известно старый лак и более-менее новый чуть подороже полутораслонник интересных попробуем посмотрим есть растворитель для переходов жаль что в баллонах его нет и есть бесцветная база для переходов это готовый бинтер для перехода уже готовы тот который не надо разбавлять очиститель для пластика используется именно для очистить голый пластик это как бы обезжирка конкретно которая предназначена для пластика есть такая позиция как-то интересно для меня но тем не менее далее пластифицирующая добавка двухкомпонентные материалы то есть в грунты в лаке грунт по пластику шпатлевка по пластику и что дальше что дальше еще из интересного у смарта это отдельная линейка мобби хелла чуть дороже которая какой-то улучшенный модифицированный кислотник то есть это по сути он же ну говорят что по характеристикам чуть даже лучше антисиликон грунт и черный серый белый и к грунтам есть два твердоса тот который три к одному типа бюджетный вариант и тот который пять к одному чуть подороже меняет чуть-чуть состав очиститель для металла мы его проверим попробуем на голый металл он как правильно увеличивает адгезию к тем который оцинковки и алюминия то есть если алюминия оцинковка я первый раз такое вижу он пахнет интересно то есть очищать можно и металл голый правильно попробуем его потом если мы работаем с оцинковками алюминиями разбавитель для грунта который увеличивает адгезию активный активный разбавитель который если площадь используется на поверхности где площадь протира металла большая короче когда допустим полный элемент то есть ну реально не видел такого именно вот попробуем с вот этим грунтом ну и разбавитель стандартно если грунтуем пластик грунтуем там ремонтный участок также что из интересного в этом грунте что собственно мне его интересно попробовать он как бы три в одном то есть его и на пластик можно на голый с вот этим разбавителем да ну лучше конечно использовать грунт по пластику но тем не менее можно его же на ремонтные его же как мокрый по мокрому можно использовать вот мы его попробуем использовать сегодня как мокрый стоп а мы его куда мы его сейчас тут тут под перетирку а да да а этот попробуем как мокрый по мокрому на голый металл пойдем глянем чем мы сегодня вообще можем успеть сделать у нас есть несколько подготовленных панелей на одну из них нанесем кислотник и наполнитель оставим под перетирку просто посмотрим как сохнут то есть мы шесть до обеда мы после обеда будем чухать на другую из них сейчас нанесем этот грунт для металла обезжирим для металла и грунт версии мокры по мокру мы и окрасим ее просто посмотрим как себя ведет этот грунт уже в работе макропоноков. Сейчас будем наносить кислотный праймер, Вашпраймер. Это однокомпонентный разбавляется праймер разбавителем 20-30 процентов нужно добавить его. Это разбавитель только к этому грунту? Да, это разбавитель только к этому грунту и он же является активатором, то есть без этого разбавителя грунт не работает. Хотя он является однокомпонентным, но без него он не будет выполнять своих прямых назначений именно кислотные коррозионные грунты. 15-20 по тидейски. 1,3-1,5 миллиметра, 25 микрон примерно. Не указано сколько слоев, но... 1-2 слоя наносятся, но в принципе мы наносим всегда, разбавляем 25-30 процентов с разбавителем, наносим один слой, такой мокрый достаточно и на этом все. С этим гнутом очень часто получаются такие проблемы, когда работают в холодных условиях, он не то, что не сохнет, иногда часто может, как любой материал, сорваться в потек. Сорваться в потек, с этим потеком нужно сделать просто, взял либо пальцем его угол, либо тряпкой вытер и все. Потому что просто ничего можно не делать, просто его вытер, чтобы не было самого потека, потому что материал однокомпонентный, в потеке, ну как бы, он естественно будет сохнуть долго. Понятно, он может и не высохнет быстро. Да, и потом именно в этом месте может быть проблема, типа подорвет или типа грунт будет наполнитель плохо сохнуть. Мы берем 3 к 1 линейку, ну и разбавляем на 30 процентов. Можно весы использовать. А, Цепедат, я говорю, что есть таблица ко всем материалам для весов. Да, это вот в этой, в черной книжечке. А то, что мне дали? Да, да. Но этот грунт там мы разбавляем от 20 до 30 процентов, то есть жестких, да, требований нет. Абсолютно нет каких-то тут жестких требований. Это просто разбавить. Но этот грунт работает не физикой, этот грунт химия работает. Поэтому тут толщина слоя, ну, критично не повлияет, потому что он в чистую сам по себе не работает. Сверху него наполнители, какие-либо мокрые по мокрому и так далее. Ну, он пропускает влагу. Влагу он пропускает. В химии работает, а не физика. Да, если мы нанесем, например, на панель, кто-то хочет временно защитить, то, ну, как бы, какое-то время выдержит. Но там через полгода вот эта деталь, покрытая грунтом, если ничем ее сверху дополнительно не обработать, она начнет рожаветь. Потому что сам грунт влагу пропускает. Угу. вот это и все то есть он даже получается не идеальный глянец у него я просто ну что-то предполагался что макрея наверно нальется надо налить он просто сам по себе его надо было либо более больше разбавить не но это нормально все то что надо да он уже сухой сейчас пока сполоснем разведем грунт на грунт можно я нанесу мне интересно этот impact compact праймер попробовать линейками открывается не стесняй ну как все короче это уже как бы открытый грунт он использовался но осадка явного так что что-то там на дно упало не видно что мне иногда не нравится что ты наливаешь а вот этот островок он не затягивается избивает тебя 10 процентов до 10 хватит или больше так два слойчика два слойчика 117 159 150 171 172 181 182 192 нормально может во второй слой нальем чуть больше разбавителя надо можно дошли нормально можно добавлять там и 10 и 15 процентов будут сейчас 10 мне очень понравилось как но тех тест панелях которые им залиты прям гладенько-гладенько все это есть такие дела так первый слой у нас высох минут 10 наверное прошло то есть межслойка во второй добавили еще сколько процентов 7-8 там до 10 примерно чтобы растянуть его вот вот это амор вот это уже поинтереснее и как я люблю вот так вот сделать потечет не потечет потечет не потечет если еще не забудем когда высохнет перед перетиркой по мере толщину общего покрытия даже там голый металл можем забыть конечно не 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 исключено все теперь это всушку будем дальше с ним чухать его а сейчас открасимся мокрый по мокрому именно открасимся далее у нас сейчас идет в работу smart линейка мы будем пробовать грунт версии мокрый по мокрому в той версии в которой используется очиститель именно для металла и активатор именно для работы на голом металле цинках алюминия этот это святая жидкость которая должна сделать металл пуле непробиваемой конечно шутка но и очень интересно конечно понимать что она на уровне химии делает но это даже на запах абсолютно нифига не обезжирка сейчас мы сожалению не будем переливаться некогда берем бумажную салфетку мочим ей вот так обильно мочим там сейчас натекает в руку тут уже все обеспылено чтобы не гонять мусору этот мокрый блин ну вообще по запаху но нифига не обезжирка далее у нас будет версия 5 к 1 отвердитель который позволяет разводить этот грунт 5 одному смотрю как раз он видно что не тронутая сколько там осадка а вот столько там осадка ага сейчас это все вы мешаем разбавим я не буду показывать как просто скажу сколько чего мы туда налили так разбавили мы сюда налили 40-45 потому что по стакану ну сложно сказать уже за грани всех меток вышли примерно как лачок такой даже жидкий лачок 1 и 3 дюза будет у нас потому что потому что мокрый по мокрому ну тут уже не видно что там рекомендовалось и в один слой сейчас будем грубо говоря просто зальем а видишь смотри подожди все таки с металлом что-то происходит потому что там есть салфетки была мокрая там где не сильно промочил металл что-то он делает на то он и активный металл клинер он после высыхания белянцевый или матовый это будет такой полу это будет более матовый больше панов какие сколько времени примерно сейчас хорошо тепло потому и пистолет заливаем краску чуть ждем и и красим во сколько вообще его можно слоев то есть вот если надо я бы сказал завод 2 но и так вообще вот этого достаточно слой или можно еще сейчас нужно наверно больше нужно так давай сделаем так может сделаем можно прям сразу а а а Ну все, теперь ждем, когда он полностью высохнет, посмотрим, что будет у нас. Прошло минут примерно 20. На ощупь он как будто такой прорезиненный, сейчас попробуем ногтем, понятно, мокрый по мокрому, еще свежий. У нас есть такой дефект, как волосинка, со старта надо было пыльболочку убрать, и где-то тут я увидел небольшую мусоринку, на камеру не будет видно, вот сверху есть мусоринка. Попробуем убрать именно сейчас, вообще я бы такой, что не рисковал бы, еще посушил, но ради интереса. Окрашивать уже можно прямо сейчас, то есть мы это, собственно, сейчас и будем делать. Краску взяли готовую, кварц, из того, что я для себя уточнил, и такой момент, ну не совсем удобный. Есть для миксов, для стойки свой разбавитель, для готовых продуктов свой разбавитель. Ну, как бы, такой вот момент, особенность. Почему взяли кварц, потому что, ну, там, как бы, два слоя накроет, по идее, два слоя укроет, чтобы по временам не затягивать себя. Так, ну попробуем. Выдали мне 800-ку с Мердекс, сухую, уголочек от нее отрываем. Ну, мне кажется, я еще не попробовал, мне кажется, что сыроватая сейчас именно для подтирки. А там, кто его знает. Сволосины в этом случае прям такого сильного ничего мы не сделаем. Вот, это надо было убирать сразу и подливать, чтобы потом убрать. И сейчас это можно только подзагладить края. И, кстати, не прилипает. Тут не странно, я думаю, будет прилипать. И не катится, удивительно прям. Грунт этот не из дешевых, то есть это не бюджетная линейка, поэтому, может быть, с него даже можно что-то и спросить. А, нет. Я только что ковырнул его углом. Ну, сыра, еще сыра для того, чтобы убирать такие косяки. Если у нас что-то не понравилось, как и, в принципе, у всех грунты мокрых по-мокрому, можно высушить и дотереть потом что-то. Не, крупный сор выковыривается. То есть что-то мелкое, да, что-то крупное, нет, однозначно. Сейчас, как я говорю, то, что липкой салфеткой протираем, мало ли, может, что-то я там натер, мало ли, может, что-то упало. Эта старина, она, да, выколукнулась просто. То есть для покраски этот грунт уже готов. Но если есть какой-то дефект, лучше, конечно, рекомендовать, как и все это говорят, высушить его, перетереть и потом тогда доработать. Если есть действительно крупные дефекты какие-то. Хрем study «Дефект» О, посмеялесь в attic,皇ом, лёнские кому-то бы, отвалặcی, на карте и препарат захватки, знаменитouldертертертертертертертертертертертертертертертертер... Кварца, наверное, три слоя, да, будет? Два с половиной, я думаю. Ну, да, еще. Давай, сейчас сделаем правду без выкраски клещу, чтобы вы понимаете, что это сделано. Давай. Красит. Пятитысячная ХВЛКВД за 1,3. Лачок буду я наносить, потому что мне интересно пощупать два лака. Ну, у этой панели один лак, а на других панелях, там, в следующих видео покажу, другой лачок. Ну, база, база как база. Ничего сверхъестественного о базе сказать или рассказать что-то, ну, не знаю. Походу, с этой базой знакомы все, потому что она есть вообще на любом рынке, в любом магазине, и по цене она середнячок. Сейчас на тест-выкраску нанесем такой же слой, а потом параллельно его. Ну, вообще, обычно куда-то сбоку там клеят, да, снизу. Минут 10. У нас сейчас тут печка топит хорошо. Кстати, вот образец примитивной камеры, ну, камеры. Сверху, с угла подача, с большей, ну, от половины в ту сторону. А здесь идет выход в стене. Это самая простая конструкция камеры, чтобы не долбить пол, не ковырять, ничего не делать. Такое, как бы, диагональное движение. Поехали. Теперь эффектный слой один. И все, что у нас смотрелось там, как бы, неправильно прокрашенным, где-то мокрея, где-то суши, это все выровняло. Все, теперь сушка и лачок. Минут 15 прошло. То есть на отлив все четко. За пальцем и на пальце ничего не стоит, значит, можно дальше работать. Лак как лак. Да, действительно, как нанесешь, так и остается. У нас первый слой остался таким же, каким он и был после нанесения. К лаку вопросов никаких. У меня только, кстати, претензия медленновата с дюзу 1.3. Я привык быстрее. Обычный двухслойный. Ну, лак. Лак, все. А ну, сейчас на уголочке так припылю, уйдет ли впотек. Ну, потом. Ну, так, от души уже. И сейчас, когда высохнет, мы ее померяем толщину общего слоя. Продолжаем с грунтом. Грунт просох в камере, пока мы там работали. Ну, межслойечко. Потом поставили на него лампу. Лампу он постоял, наверное, ну, больше получаса. Из того, что наносили. Тут я подливал. Ничего никуда не потекло. То есть, даже не поднаплыло. Камера не падать. То есть, даже не поднаплыло. Растянулся. Ну, хорошо растянулся. В последний слой еще добавили разбавителя. И теперь толщиномер. Так, чисто глянуть, сколько у нас получилось. 95. Это два слоя. Второй чуть более разбавленный. 98. 84. 99. А ну, сверху. 88. Странно. 84. И тут, где наливал пожирнее. Ну, вот 123. То есть, там, где третий слой поднавалил, пожалуйста. То есть, все предсказуемо. Итак, закончим тест. Тест был здесь грунт. Здесь был открас. Положили под лампу, чтобы полноценно все высохло у нас. И теперь мы померяем толщину ремонта. Потому что окрашиваю все на голый металл. через, ну, через грунт мокрый по мокрому. Ну, через грунт мокрый по мокрому. Ну, я надеюсь, это сильно прям уж не повлияет на показания. То есть, у нас колеблется от 90 до 120. Возьмем грубо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова